Шмай, Израэль, Адонай, Эйоэйну, Адонай, Эхай. Аминь. Давайте встанье перед чечением Торы. Встанье перед чечением Торы и помолимся. Барух Атадонай, Элухэйну и Мэлхээллам, Ашэр бихабану миколь гамим вина танлануа торотто. Барух Атадонай, Энгатарам. Господь, Владыка Вселенная, избравший нас из среди народов и даровавший нам свою Тору. Бас ruler Господь, дающий Тору. Аминь. Сегодня очередная глава Торы называется Мишпатим. переводится «законы, судебные предписания, уставы». Это шмот или исход 21, 22, 23 и 24 главы. И в этом отрывке Торы большая часть посвящена, раз оно называется так, законам и предписаниям. А также здесь говорится об ангелах Господнях, которые будут хранить и направлять народ об освящении завета и восхождении Моисея на гору на 40 дней. То есть здесь основной упор – это завет и законы предписания. Скажите мне, пожалуйста, это слово, которое… Значит, заповеди, заповеди Божьи. Заповеди Божьи. В прошлый раз, на прошлом собрании брат Василий Бурова, он прекрасно говорил о завете, да, и советую, кто не прослушал, или кто прослушал, сидел, но прослушал, советую вернуться и внимательно послушать. Очень классное слово было. А сегодня я хочу сказать о заповедях. Я вообще люблю говорить о заповедях, и когда мне встречаются возможности, ну, вот именно когда ты хочешь сосредоточиться на заповеди, в том числе, вроде бы, и на незначительных. Я с удовольствием это делаю. Почему? Друзья, потому что Господь нам, ну, дал нам цель нашей жизни, да? Цель нашей жизни – это искать Его лица, понимать, кто Он, для того, чтобы мы понимали, кто Он, какой Он, да? Чтобы мы понимали Его отцовское сердце, чтобы мы доверяли Ему, чтобы мы преобразовывались в Его характере, чтобы мы делали Его дела. Ну, где, как ни заповеди, это найти? И если поставить себе задачу во времена Маше, ну, познать Бога, то, ну, где Его можно было найти, и как Его можно было найти? Вот, ну, так вот, знаете, самое явственное, я об этом уже как-то говорил. Надо было пойти в Скинию, да, конкретно в Святая Святых, ну, это нельзя было мысленно, вот, значит, там, и увидеть, что там явно почувствуешь, что там присутствие есть, но Его не увидеть. Ну, в чем можно было найти Бога? Открыть ковчег и увидеть там скрижали с заповедями. Вот, и Он, то есть, это сердцевина нашего поиска, то есть, понять, кто Он, какой Он, да, как Он мыслит, что для Него дорого, прежде всего мы можем именно через заповеди. Я сегодня буду говорить о некоторых заповедях, ну, таких вроде бы незначительных, но которые тоже раскрывают нашего Небесного Отца Господа нашего. Итак, исход или шмот 20, 21, ну, с самого начала, с самого начала. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, то пусть он работает 6 лет, а в седьмой пусть выйдет на волю. Ну, здесь надо понимать, что классического рабства в Израиле никогда не было. Значит, и, то есть, Израиль, он не пользовался рабским трудом и, как другие народы, не вел войн за, ну, чтобы приобрести себе рабов. Вспомнив, ну, что храм, кто настроил храм, да? Строили израильтяне, там вообще не говорилось о рабах. Они строили храм. Здесь больше идет речь о преступниках, которые проворовались так сильно и, ну, и все это дело куда-то, значит, потратили, да, что они не могли рассчитаться с теми, у кого они это украли, украдены видимые сроки. И суд постановил продать их в рабство, а ущерб возместить пострадавшему. Вообще, задача закона, вот если мы посмотрим, она была не столько наказать, а сколько исправить. Исправить и возместить ущерб. Поэтому всегда, вот когда вот мы читаем, мы видим, что Бог, Он заботится о том, чтобы, первое, была справедливость. У нас преступники сидят по тюрьмам, и они ничего не возмещают практически. А здесь была задача возместить. Ну, и тюрем, поэтому тюрем в Израиле как таковых вообще-то не было. У других окружающих народов были тюрьмы, были долговые ямы. Ну, натуральные ямы. В земле яма, сверху, это там что-то прикрыто, она чем-то. И люди там сидели в этих ямах и заживо гнили. Здесь все было не так. Преступник, он помещался в семью, мы это видим, значит, вот в сегодняшней главе. Ему по закону обеспечивалось человеческое отношение и лечение трудотерапией от безделья. Он работал. Значит, мы видим всего по сегодняшней главе, что его могли вообще-то поколотить хорошенько палкой. И это считалось нормально, главное, чтобы не убить. Здесь Господь заботился. Если там чрезмерно хозяин, там, ну, что-то, да, знущался над ним, да, значит, там выбил зуб, например, его надо было освободить. И вообще, даже в таком рапсе было гарантированное на 100% освобождение. Правильно? Мы знаем, что каждые 7 лет можно было освободить. Поэтому это, ну, во многом оно показывает, насколько, ну, гуманные законы Господь внедрял, ну, показывал своему народу. Ну, мы можем сказать, с высоты 21 века, ну, рабство вообще-то можно было отменить. Друзья, так это же было, надо подумать, какое-то время было, значит, отменить, понимаете. В данном случае, я так думаю, что лучше такое рабство, да, чем человек сидел бы и гнил бы там где-то в яме, да, и ничего бы, справедливость, она не была бы восстановлена. Исход, продолжаем дальше. Исход 21 же глава, 22-25, знаменито «глаз за глаз». Оно говорит о том же принципе возмещения ущерба. Комментаторы отмечают, что понимание, типа, вырви глаз здесь неприемлемо, да, или труби руку, потому что, ну, не было бы возмещения ущерба. Если бы человеку вырвали глаз или отрубили руку, если он там кому-то повредил. Вот, но здесь все тщательно просчитывалось, и, соответственно, люди считали, сколько человек мог заработать, вот, ну, допустим, с глазом, без глаза, что он потерял. И это, он нужно было, чтобы оно было возмещено. Ну, а если не возмещалось, то человека отдавали куда? Ну, мы только что прочитали. Поэтому, прежде чем поднять руку на кого-то, человек должен быть, ну, подумать вообще-то, да, во что это ему вылиться. Потому что законы работали четко. Интересный факт. В еврейской судебной практике неизвестно ни одного случая применения пыток. Так, просто, да, представить себе. Евреи не применяли пыток. Это тоже говорит и о Господе, и о его народе. Об отношении к врагам. Это 23 глава, 4-5 стих. Если найдешь, ну, даже давайте мы чуть-чуть раньше, давайте 23, 1-3. Не внимай пустому слуху. Ну, это имеется в виду по отношению к врагам. Вот тебе человек не нравится, да, и ты, конечно же, ищешь, какой он плохой. То есть ты ищешь себе оправдание своему плохому отношению, да. Но Бог говорит, не ищи этого, не ищи пустых слов, да. Вернее, пустых слухов. Не давай руки твоей нечестивую. То есть не объединяйся с нечестивыми против тех, кто тебе не нравится, кого ты считаешь своим врагом. Значит, вот то теперь я хотел, что я хотел сначала. Если найдешь вола врага твоего, значит, или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если видишь осла врага твоего, упавший под ножью своей, то не оставляй его, разъюй вместе с ним. Здесь говорится о том, что надо помогать, да, что надо помогать в этих, в этом случае надо помогать даже тому человеку, которого ты считаешь своим врагом. В Ливии 19.17 об этом даже усиленно сказано так. Не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему. Даже в сердце, не просто не делай ничего, но даже в сердце не питай. То есть мы видим, что Тора, она перекликается с Новым Заветом в этом вопросе. Ну почему же тогда Ишуа говорил, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Ну здесь сказано, вы слышали. А люди его времени, они таки слышали, потому что, я только один псалом приведу, 138, 21, 23 стих. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их враги, а не мне. Ну таки слышали, да? Так что в Писании, оно все исполняется. Закон, он действительно запрещал ненависть к врагам, но Ишуа говорил о большем, что надо любить даже таких врагов, как римляне и их прислужники. А, ну вы знаете, мы видим даже по Писанию, что их просто ненавидели, и прислужников их ненавидели еще больше. Матфея 5, 44. А я говорю вам, это слова Ишуа, любите врагов ваши, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молите забежающих вас и гонящих вас. Иногда, знаете, в нашей голове наступает такой диссонанс. То есть мы понимаем, как человеки, да, что мы не можем возлюбить их, ну как нам кажется, да, ну как можно любить врагов. Вот, значит, ну, ну так и гонишь от себя это дело. Вот, ну, может быть, когда-нибудь я буду любить, да, так вот как вот я от братьев и сестер рублю. Но на самом деле Господь, Он не насильничает над нашим, над нашей волей, над нашими чувствами. Мне нравится, знаете, комментарий Баркли, он говорит, что вот это слово Агапао, любить в данном случае, оно больше, его необходимо понимать, как непреклонная доброжелательность. То есть доброжелательность в любом случае. То есть ты его не любишь, как любишь жену там или детей, ты его не любишь, как братьев и сестер, но всегда желаешь ему добра и поступаешь, исходя из этого понимания, да. То есть как этому человеку сделать все-таки так, чтобы он встал на путь Божий, встал на путь правильный, чтобы в его жизни наступили добрые перемены. Потому что ненависть она так просто, знаете, врагами так просто не становится. Это от какой-то внутренней ущербности, от чего-то, от того, чего недостает тебе в твоей жизни. И здесь, знаете, я хочу сказать об очень таком, таком спорном в христианстве, значит, таком понимании, ну в христианстве по отношению к врагам, имеется в виду к врагам, которые нападают на твою страну, да, значит, есть два понимания противоположных. Можно идти воевать с оружием в руках, нельзя идти воевать, да, с оружием в руках. Я никого не осуждаю, я просто скажу свое богословие, как я понимаю, потому что в этом вопросе мы все принимаем собственное решение. Я много думал над этим, много размышлял, понимаете, читал там книги разные по этике христианской, еще раз читал, значит, богословие. Но я хочу сказать, что я не вижу пацифизма у Господа нашего, ну не вижу я пацифизма, понимаете. Если было нечестие на земле, то первый мир из-за своей нечестия, он был потоплен, понимаете. Если народы, они погрязли в этом идолопоклонстве до того, что сжигали, убивали своих детей, они были по его приказу стерты с лица земли, стерты, в прямом смысле с лица земли за это идолопоклонство. Допустим, вот в этой же главе ряд преступлений, в том числе не только преднамеренное убийство, но даже злословие на родителей, оно каралось смертью. Бог говорит о себе, это Малахия 3.6, ибо я Господь, я не меняюсь. Но Бог, он не изменился и в новом завете. Если он не был пацифистом там, во времена Маши, он и сейчас не пацифист, понимаете. Я верю, я верю, что защищать свою страну, своих родных и близких от беспощадного врага, который пришел убивать с оружием в руках, это правильно, это мое богословие. Я не вижу другого, понимаете. Поэтому, соответственно, я благодарен защитникам нашей отчизны, которые нас защищают именно с оружием в руках. Ибо если ты объявляешь священно его жизнь, то, извини меня, а жизнь твоей мамы, твоей жены, твоих детей или внуков, она что, не священна? Если ты не печешься о своих, да, то ты кто тогда? Ну, вы знаете, что говорит слово. Знаете, друзья, я за то, чтобы мы, как-то, знаете, по-библейски, сбалансированно смотрели на нашего Господа. Потому что некоторые думают, что он такой, знаете, добрый дедушка, который там с белой бородой, с такими кудряшечками, иногда его так изображают, он всегда тебя будет гладить по головке, да, всегда будет прощать твои шалости и так далее. Да, он прощающий. Да, он пришел, мы сегодня пели славу имени Ешоа, он пришел, да, вот на эту землю, он спустился с небес, чтобы мы поднялись туда, он поднял нас, говорится, с колен, он вытащил нас из этой ямы, благодаря тому, что он лишился своей славы на небесах, для того, чтобы мы приобрели эту славу. Да, это так, да, он всепрощающий, но в то же время, вот Иоанн, вспомните, вот когда Откровение, там первая глава, когда он увидел Ешо, он увидел у него взгляд как бы огненный, он увидел из его уст как бы меч обоюдоострый. Вот, значит, и мы знаем, что он пришел, знаете, для того, чтобы поднять, восстановить, значит, для того, чтобы созидать наши жизни. Ну, мы знаем, что даже кое-кому он скажет, ну, отойдите, я не знаю вас вообще-то, понимаете. И поэтому Писание, оно призывает нас, знаете, быть, ну, смотреть библейским взглядом на Господа и со страхом и трепетом совершать свое спасение. И в последних главах, в последней главе Откровенно написано, блаженны те, которые соблюдают, ну, я еще добавлю, знают, да, знают и соблюдают, что соблюдать можно только то, что знаешь. Знают и соблюдают запобеди его, дабы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. Аминь. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И, знаете, мы хочу продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхомашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу на Амину и говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану, и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхомашех, Бетель, у нас Бет-Симха, у нас есть Ахава-Ишуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. «Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им». Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан, со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку – семья, Божья семья в этом году для каждого из нас.